Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных мы разбираем ситуацию, которая сложилась на прошедшей торговой сессии. В данном случае речь пойдет о торгах пятницы. Резюмируем тот фундамент, который имел место быть. Напоминаю, что прошлая пятница была не совсем обычной, потому что в прошлую пятницу у нас была возможность с вами разобрать данные по американскому рынку труда. Да и плюс ко всему, 6 июля вступили в силу те импортные пошлины на общий, скажем, денежный товарный эквивалент в 34 миллиарда долларов в отношении Китая. И как вы наверняка знаете, Китай, собственно, как и обещал, ответил через сопоставимые меры и шаги точно такие же импортные пошлины, практически схожий перечень товаров, только уже в отношении американских производителей. Поэтому, как минимум, друзья, мы с вами говорим о сохранении на рынке основного фактора напряженности, можно сказать, даже геополитической, потому что торговое противостояние продолжается. Действующие персонажи, страны все те же. За выходные не произошло ничего позитивного в плане данного фундамента. Поэтому, работая с тем же самым долларом, мы должны и сейчас понимать, что у американца при всем том фундаменте, который сложился в последние недели, все равно есть конкуренция из факторов, которые больше перетягивают трейдеров именно в защитные активы. Поэтому, друзья, наш с вами режим ожидания, который мы держим с тех пор, как именно протекционизм США вышел на совершенно новый уровень в отношении доллара, этот режим ожидания сохраняется. Даже сейчас, если посмотреть на динамику пары доллар-японская иена, вы сможете убедиться в том, что пара отступила от сопротивления 111, ну и не сильно, собственно, просела. Это тоже очень хороший сигнал, который как минимум указывает на то, что позитив, сложившийся по доллару в последние недели, связанный опять же с ожиданием неизбежного повышения процентных ставок, он частично компенсирует негатив в виде повышенного спроса на защитные инструменты из-за эскалации торгового противостояния между Соединенными Штатами Америки и Китая. Собственно, неделя только начинается. Уверен, что у нас, как и всегда, будет с чем работать. Даже помимо тех отчетов, которые сейчас значатся в содержании экономического календаря, у нас должны быть подробности по Брэкзиту. Собственно, мы ждем их сегодня-завтра. Это те комментарии, которые должны быть озвучены рынку, должны прояснить ясности по поводу того, на каком этапе сейчас находится сам процесс переговоров по Брэкзиту между Англией и Европейским Союзом. Помимо Брэкзита, нас интересует также еще и вот этот вопрос того, как дальше будут обстоять дела в плане торговой перепалки между США и Китаем. Ну, ответные меры со стороны Китая уже, собственно, вступили в адрес Соединенных Штатов Америки. Возможно, это заденет, опять же, США, как это было, помните, с Европейским Союзом. И вот сегодня-завтра мы можем столкнуться с очередным витком агрессии. И, возможно, пока что словесные угрозы, что Соединенные Штаты Америки не остановятся на тех решениях, которые были приняты. Поэтому импортные пошлины в новом формате будут вводиться вновь и вновь. Соответственно, как только подробности по этому вопросу будут, они интересуют меня так же, как и у вас, друзья. И я попробую сразу же дать об этом знать. Хорошо, что у нас есть возможность с вами встречаться фактически каждый день. Это своего рода намек на то, что приглашаю вас всех на ежедневные брифинги, которые проходят каждый день в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Помимо вот этого новостного фона, на что мы должны обратить внимание обязательно в предстоящие дни, это выступление Драги. Собственно, сегодня в 16.00 по московскому времени европейская валюта настойчиво сейчас карабкается вверх, пользуясь слабостью доллара. И вот если говорить про котировки, сейчас практически 1.1763, то есть евро все же цепляется за ту поддержку, которая на рынке есть. И вот эта позитивная динамика, она характерна для всех рисковых инструментов. Драги сегодня, безусловно, будет говорить о перспективах денежно-кредитной политики. Но, может быть, не в полной мере его выступление будет посвящено этому вопросу. Но нам достаточно лишь намеков и конкретных заявлений о том, что будет с ставками, с программой количественного смущения. Дальше, может быть, даже не нужны конкретные сроки. А если Драги обозначит риск усиления торговой неопределенности в отношениях США, конечно же, мы сами попробуем додумать, потому что выводы будут напрашиваться сами собой. С учетом сложившегося фундамента Европейской Центральной Банка, возможно, будет уже менее решителен в выходе из тех экономических стимулов, инструментов, которые поддерживают экономику валютного блока уже многие годы. Завтра у нас темпы экономического роста Англии. Этот отчет будет фактически резюмировать блок данных по активности в производственном секторе, строительстве и сфере услуг. Мы получили неделю назад довольно много позитивных сигналов, которые повысили вероятность изменения процентных ставок в августе. Соответственно, если экономический рост тоже будет лучше прогнозов, ну, безусловно, восстановление британской валюты продолжится. И в идеале бы к этому моменту, когда у нас будет поддержка еще и статистическая, чтобы мы с вами могли еще работать с позитивом, со ссылкой на Brexit, потому что сейчас явно не хватает вот этого дополнительного топлива, хотя и без этого пара фунт-доллар уже отбилась от минимальных уровней. Восстанавливается отметка 1.33, это лучше, конечно же, чем было, но нам нужно в идеале бы видеть фунт выше текущих значений, минимум выше отметки 1.35. Вот тогда вроде бы как мы и сможем успокоиться, выдохнуть и поверить в то, что на рынке начался разворот, который способен перерасти в новый, уже восходящий тренд. По-прежнему ожидания по британству положительные. Я надеюсь, что вы присоединились к моим аргументам, к моей позиции, также держите длинные сделки. Плюс ко всему мы следим еще и за заседанием канадского регулятора. Это событие, которое состоится уже в среду. Сейчас чуть подробнее копнем. Напоминаю то, что Банк Канады будет заседать с отсылкой, опять же, на блок сильных отчетов, который был опубликован последние две недели. И особый акцент мы можем сделать на пятничный рынок труда по Канаде, который поднял вероятность повышения ставки фактически до 80%. Это хорошо, конечно же, что рынок поверил в подобного рода изменения, то, что ставку могут повысить до 1,5%, то есть фактически на 25 базисных пунктов. Потому что нам нужна поддержка для канадца, ведь мы с вами продали очень неплохо, с прекрасных уровней. Прямо фактически мы смогли снять и сливки по росту пары доллар-канадец. И сейчас, собственно, зарабатываем уже на коррекции. Цель у нас 1,30. Хотя, друзья, все же планка довольно серьезная. Может быть, рынок опять же себя коварно поведет. И до уровня 1,30 мы так и не доберемся. Я предлагаю уже покидать продажную сделку по доллару-канадцу примерно на отметке 1,3030-1,3040. Если вы считаете, что пара сможет дотянуть до этого уровня поддержки, а может быть даже оказаться и ниже, но хочу пожелать вам удачи, конечно же. Это сделка на собственный страх и риск. Но я считаю, что можно довольствоваться уже и чуть меньше, собственно, фиксироваться на тех уровнях, которые я обозначил. А потом уже мы попробуем снова перезагрузить наше сознание относительно того, что будет с канадцем. И напоминаю, что я все-таки долгосрочно являюсь скептиком в отношении канадского доллара, потому что понимаю, что сам факт напряженности торговых отношений между США и Китаем – это фактически напряженность торгового характера, которая характерна для всей мировой экономики. Канада, разумеется, часть этой мировой экономики и, может быть, даже один из самых уязвимых потенциальных регионов в случае, если протекционизм США будет продолжен, выйдет на новый уровень. Потому что мы до сих пор там краем глаза продолжаем следить за тем, что происходит по переговороческому процессу по НАФТО. И знаем, что вот этот альянс североамериканский, он сейчас трещит по швам. Штаты по-прежнему не дают никаких позитивных прогнозов по поводу того, что новое соглашение будет учитывать интересы Канады. А то, что США не сделали исключения для Канады даже касательно импортных пошлин на сталь и алюминий, все же позволяет нам делать вывод о том, что такая же жесткая позиция Трампа нам будет характерна и для фактически союзного некогда государства, может быть, одного из самых тесных и близких партнеров. Я не верю в хорошие договоренности, я не верю в конструктивные переговоры, я верю в то, что Штаты будут лоббировать прежде всего только свои интересы. Канада в этом случае проиграет и как только этот негатив на рынок придет, вот тогда уже придется не сладко канадскому доллару, потому что Канада окажется в совершенно новой реальности, в которой она еще не была. Это, пожалуй, один фактор, который я использую для того, чтобы все же попробовать нацелиться после того, как мы сделаем сейчас профит на то, что пара доллар-канадец в долгосрочной перспективе под конец этого года будет котироваться, я думаю, друзья, даже выше отметки 1.40. Тем более, что есть еще один драйвер для коррекционной динамики, это все-таки потенциальное снижение цен на них. Вот как раз предлагаю на этой ноте перейти к тому, что происходит на рынке черного золота. 77.09 – это закрытие пятницы, 77.43 – это котировки, которые мы видим сейчас. Нет смысла говорить о том, кто все-таки перехватил инициативу под конец торговой сессии, потому что весь рынок углеводородов сейчас характеризует самые настоящие настроенческие качели, когда участники мечутся от покупок к продажам, стоит только на рынке появиться новому новостному поводу, новым инфляционным вводным. И мы, работая опять же с фундаментом, тоже, конечно же, должны понимать то, что сейчас довольно неоднозначная ситуация. Мы видим, как в одних регионах производство негде снижается, в то же время мы видим, как в других регионах оно увеличивается. Очень хотелось бы мне, друзья, отдать вам хорошую, стоящую рекомендацию, чтобы вы прям смогли без каких-либо откатов, без каких-либо сожалений, опасений, рисков и страхов заработать. Но я на таком неоднозначном фундаменте не могу быть голословным и не могу с максимальной вероятностью допускать либо прогнозировать, где котировки окажутся в ближайшее время. Я могу лишь отстаивать ту позицию, которую я уже взял за основу своей торговли, и стараюсь, собственно, ее аргументировать. Собственно, теперь к делу о том, что мы отрабатываем по рынку нефти. Признаю то, что довольно актуальный и свежий, может быть, даже влиятельный на котировки фундамент, связан с тем, что происходит сейчас в Ливии. Попробовал сейчас найти какие-нибудь новости дополнительные по этому вопросу. К сожалению, не нашел. Значит, военное безоткновение, которое привело на прошлой неделе к закрытию фактически двух крупнейших портов, это события и фундамент, которые еще отрабатывают. То есть, Ливия недопоставляет на мировой рынок около 850 тысяч баррелей в сутки. Есть еще фактор, собственно, связанный с потенциальным снижением падения производства нефти и, соответственно, экспорта в Иране, но эта тема долгоиграющая. Пока что еще мы видим, как и Соединенные Штаты Америки продолжают травить весь рынок тем, что если те страны и компании, прежде всего, которые сейчас работают с иранской нефтью, будут делать это по мере приближения ноября, то есть, когда вступят в силу санкции против Ирана, то в их отношениях тоже начнут действовать определенные ограничения. Да, осознаю тот факт, что многие компании действительно трухнули, сейчас фактически разрывают многосторонние, многолетние торговые отношения с Ираном, отказываются, собственно, от этого региона. Но не сказал бы, что очень сильно это повлияет на те показатели поставок, которые шли с региона данного региона. Поэтому единственное, с чем мы работаем по риску нехватки предложений, это с недопоставками изливия. Да, здесь цифра солидная, существенная, но это временный фактор. Он сойдет на нет, как ни крути, еще, может быть, недели, может быть, даже меньше, и эти порты снова будут работать. И мы волей-неволей, хочешь ты не хочешь, но все же вернемся к итогам заседания ОПЕК и будем говорить о том, что страны договорились увеличить производство нефти. Вот интересный момент, что с ОПЕК, ближневосточный картель, в целом мы сейчас говорим даже об организации ОПЕК, а не, скажем, участниках объединения ОПЕК-плюс в рамках энергетического пакта. То есть еще до встречи, которая прошла 22 июня, страны ОПЕК в расчете на то, что удастся согласовать рост производства нефти, начали заведомо наращивать добычу. Сейчас у нас есть уже итоги июня. Так вот, экспорт нефти из ОПЕК увеличился за июнь темпами самыми высокими чуть ли не за последние 15 лет, поскольку только за месяц экспортные дополнительные поставки составили 407 тысяч баррелей. Я абсолютно уверен в том, что страны ОПЕК-плюс увеличат добычу больше, чем на 1 миллион. Вы должны понимать, что это больше, чем риски нехватки предложения, которые могут реализоваться. То есть дефицита сырья не будет, а вот перенасыщение рынка запасами может произойти. Тем более, что тему с торговым противостоянием мы также используем как фактор потенциального спада, экономического роста и восстановления, что скажется на объемах потребления нефти. Также хочу отметить еще и статистику по росту объемов нефтедобычи США на прошлой ензеле, статистику по росту запасов данной пятничной Бейкерфьюз по количеству нефтяных терминалов, которые указывают на то, что Штаты по-прежнему увеличивают добычу, потому что число терминалов выросло на 5 единиц с 858 до 863. И вот этот твит Трампа, призыв, что страны ОПЕК немедленно должны перестать манипулировать рынком и, собственно, необходимо им поднять производство нефти. Мы помним то, что Саудовская Аравия, в принципе, уже откликнулась на эти призывы, и производство нефти действительно уже выросло за последние две недели, то ли еще будет. Поэтому риски смещены в сторону того, что на рынке должна развиться нисходящая динамика, которая вполне может перерасти в полноценный нисходящий тренд. Вот на это как раз, друзья, я и предлагаю вам рассчитывать, настраиваться. Да, очень сейчас опасно действовать через продажи, потому что, судя по всему, участники рынка еще примеряют на себе позиции как продавцов, так и покупателей, точно не знают, как действовать. Очень сильно запутал фундамент последних дней. Но все же, если вы хотите действительно провести хорошую сделку, наверное, нужно быть более решительным, нужно принять для себя, выбрать конкретную сторону и на этой стороне, собственно, усиливать позиции тех, кто уже на ней находится. В данном случае я призываю, рекомендую, как угодно, можно сказать, рассматривать нефть только с точки зрения открытия коротких позиций и СЭВа. Самым, наверное, хорошим уровнем входа в продажи можно считать закрепление нефти ниже 75, уже действовать после того, как цены окажутся ниже данной планки. А сейчас рискованно это предприятие открытие коротких позиций, лучше давайте подождем. Дальше идем. Доллар, японская иена. Отчасти я, в принципе, уже отметил то, что раз в пятницу США и Китай фактически проявили пошлиную активность взаимного характера. Это повысило спрос на защитный инструмент. И действительно, не конец дал против иены, но несущественно. Я все же предлагаю еще отталкиваться от последних протоколов, которые мы с вами разбирали на прошлой неделе. Я предлагаю обратить внимание еще на статистику Non-Farm Perils, которая у нас вышла в пятницу. Данные, в принципе, довольно неплохие. Средняя динамика роста заработных вклад в данном выражении 2,7%. Это очень хороший показатель. В целом, это медиана, скажем, среднего роста выдерживается. Это сигнал того, что потребители, в будущем, будут тратить больше, вносить вклад в темпы экономического роста. Общее количество новых рабочих мест выше прогноза. Прогноз у нас был ниже 200 тысяч, фактическая цифра 213 тысяч. Уровень безработицы, да, вырос на 0,5%. Но не нужно здесь копать, не нужно здесь искать негатив. Единственная причина увеличения показателя безработицы – это рост экономически активного населения. Мне кажется, это даже больше позитивный момент. Дефицит внешней торговли, согласно также данным, которые вышли в пятницу, снизился практически на 7% до минимального значения с октября 2016 года. И сейчас составляет около 43 миллиардов. Это тоже части победа Трампа. Может быть, это уже и есть следствие тех протекционистских мер, которые задействуются администрацией новоиспеченного. Хотя это уже, наверное, не совсем так. Трамп не новоиспеченный, но президент, который явно отличается своеобразным взглядом на все, что происходит. Поэтому, если эта политика будет продолжена дальше, кто знает, все же потеряет или, может быть, больше выиграет американская экономика от тех рестрикций и ограничений, которые сейчас налагаются и оказываются в отношении бывших стратегических, тактических партнеров Соединенных Штатов Америки. По доллару и иене, друзья, я все же считаю, что весь негатив, ну, наверное, не стоит ожидать, если США примут, скажем, хотя Соединенные Штаты Америки уже фактически наложили импортные пошлины на весь совокупный экспорт Китая. Только лишь здесь не все еще вот эти статьи товаров, поставляемых, сейчас подпадают под действие импортных пошлин, которые уже вступили в силу. То есть я думаю, что этот процесс принятия решений и установления импортных пошлин будет растянут во времени. Но мы уже отработали большую часть негатива, потому что фактически Соединенные Штаты Америки вряд ли могут сделать что-то большее. Поэтому признаю тот факт, что будет локально повышен спрос на защитные инструменты, но этот локальный спрос не станет причиной, я, честно говоря, удивлюсь, если та же самая пара доллара и японская иена существенно ниже идет, отметки 110. Поэтому я рекомендую держать краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, длинные позиции и рассчитывать на то, что нам все же удастся вернуться к идее неизбежного повышения 2-процентных ставок, и мы заберемся выше показателя 111. По британцу в целом уже поговорили, ждем пару выше текущих уровней 1.33, ждем комментарии по поводу таможенных вопросов, предложений от ТРЗМ, которые возглавляет министерство, по сути, является лидером правительства Англии. И эти комментарии могут появиться на рынке уже сегодня, ну, возможно, крайний срок завтра. Поэтому, если новости придут, нам, конечно же, будет о чем поговорить, и я с большим удовольствием вам расскажу о том, что будет известно. Хотя, в целом, думаю, что в этот раз все же удача будет на нашей стороне, и прогресс не минует. Опять же, по доллару канадцу тоже отчасти я уже сказал, то, что в последние дни существенно возросла вероятность повышения процентной ставки. Прежде всего, это произошло на фоне довольно неплохих данных по канадскому рынку труда. Число изменения числа занятых плюс практически 32 тысячи новых рабочих мест, с прошлого спада минус 7,5 тысячи, уровень безработицы вырос, схожая ситуация, как и США, тоже на 0,2% и тоже следствие увеличения доли экономически активного населения. Друзья, напоминаю, что нам от пары доллар канадец много не нужно, еще 30, максимум 40 пунктов, и я советую фиксироваться. После чего будем снова попробуем оценить дальнейшие перспективы, но я думаю, что мы вернемся с вами к покупкам доллара против канадца, но только после того, как пройдет заседание Банка Канады, чтобы не попасть вот в рыночный хаос, который не минуем по факту любого решения на процентной ставке. Сейчас очень много закладывается трейдеров под повышение ставки, и очень много, собственно, делают трейдеры акцента на то, что еще не время для таких изменений. Поэтому волатильность довольно серьезная нас ожидает. В этой волатильности, чтобы не травить себе нервы, лучше не участвовать, мы с вами и так прекрасно действуем по паре доллар канадец. Соответственно, достигаем планки 1,3030, либо 1,3040 и кроем короткие позиции. И уже после среды, я думаю, что в четверг мы вернемся к паре доллар канадец, посмотрим, стоит ли открывать новые длины позиции. Евро-доллар 1,1763, но ситуация, возможно, изменилась за последние дни. Единственная причина роста европейской валюты сейчас – это слабость доллара. То есть все рисковые инструменты сейчас отыгрывают локальную слабость американцев. Но в то же время сегодня у нас выступление драги, поэтому, если его риторика прольет свет на будущее изменения денежно-кредитной политики, и он коснется вопросов процветных ставок и программах количественного смещения, и сделает все же акцент, что на фоне возросших торговых рисков все же Европейский Центральный Банк не будет отказываться от данных инструментов так быстро, как было отмечено в ходе заседания Европейского Центрального Банка 3 недели назад, этого будет достаточно, чтобы мы получили с вами еще один сигнал, почему нужно действовать от коротких позиций от продаж евро-доллара. То есть актуальная сделка селл по евро-доллару сохраняется. Сегодня я посмотрю какие-нибудь уровни. Если они будут, я, собственно, вам завтра о них расскажу, то есть сделаем мы на них акцент и будем использовать в качестве дополнительного ориентира, чтобы принимать уже максимально объективное решение, как торговать евро-долларом. Но в целом медвежьи прогнозы по большинству рисковых инструментов сохраняются. Пожалуй, одно исключение фунт, потому что фунт может вырасти из-за, опять же, конкретики по Брекзиту, ее очень долго не было, и вот фактически мы на пороге вот этих новостей. Отработать он их обязательно должен, и, как было отмечено, скорее всего, речь пойдет о положительной реакции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени, в прямом эфире через перископа. То есть для тех, у кого есть возможность, подключайтесь через ваше мобильное устройство. Те, у кого нет такой возможности, ничего страшного, мы тут же выкладываем запись на канал на YouTube. Можно просматривать уже там ролик, актуальный в течение всего дня. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok